Так, а мы же что? А мы всё? Через три минуты? Ну, наверное, в какой-то момент мы уже будем в эфире. Я так думаю, я же как обычно смотрю. Вот. Что с этой осью? Я смотрящая... Кто-то пошутил с этой формулировкой оська зла, да? Я смотрящая по оське зла. То есть по оси зла серьёзные люди смотрят, а я с Мартыновым. Вот она с оськой зла разбирается, потому что... Безоруси там нету. Там нету, вообще-то она же есть. Она есть. Мы можем поговорить с вами сегодня про... Вот этот один путь, как она там называется? Один пояс, один путь. Один пояс, один путь. Это же что? Это логистическая система, самая крупная в истории человечества. И мы обязательно сегодня об этом тоже поговорим. Мы в эфире. Шалом православные! Витаю католики на Таухату, дорогие соотечественники. Оставляйте старую... Профессор. Университет. Именем Михаила Драгоманова, политический психолог Севолод Зеленин. Сегодня мы говорим... Собственно, о чём мы говорим, обычно у нас написано на экране. Мы говорим о теме, кто и как нами управляют. За правду, не за правду. И вообще, чём у нас сегодня? Чем заняты элиты? Спасут они человечество от того, что... Как там, Абрам, всё, ой, вот от этого, от всего. Или всё-таки не спасут. Ну что, с чего начнём? Ну с того, что давайте разберёмся, какие элиты. Вот вы элита, Татьяна. Я? Как считаете, интеллектуальная элита себя считаете, журналистской? Вы относите себя к элите? Я думаю, да. Вот я сейчас не буду скромничать. Я объясню, почему. Значит, знаете, как это же вы меня научили, профессор, что скромность – лучший путь к безвестности. И к забвению. И к забвению, да. А я пока ещё с вами не общалась, у меня была другая отмазка по этому поводу. Я говорила так, что в мире есть только всякое дерьмо, от которого можно умереть, что умирать от скромности – последний идиотизм. Ну, смысл. Если уж надо, от чего-то другого. Про то, что вы демонстративно никто не спорит. А вот как вы знаете, что вы элита? Вот это хороший вопрос. Я думаю, что мы сейчас, когда будем делать формулировки, как-то… А давайте мы спросим… А, ну, во-первых, мне про это слушатели пишут. Что это я, собственно… Мама мне говорила, мама вот мне справку выдала. Что элита? Что она сказала, Танечка, ты будешь элитой. Вот, значит, тебе кружок английского, танцы, рисование, музыкальная школа, балет. И сидите в классике, а я, значит… Это значит, что ваша мама, видимо, почитала в своё время Паретто, который утверждал, что элитами являются те люди, которые там по своим личностным качествам, талантам и чему-то быта ни было, они лучше других. Ну, умнее там, как-то… В общем, талантливее. Соответственно, они в обществе получают более высокий статус и предлагают обществу какие-то хорошие решения. Вот, ваша мама читала Паретто. Но был ещё мозг, который утверждал, что элиты – это те люди, которые прекрасным образом умеют захватить и удержать власть. И они могут быть с интеллектом ближе к бабуину, как был Джордж Буш младше. У него интеллект был ближе к бабуину. Африка? Нет, у Джорджа Буша, младшего, интеллект был ближе к бабуину, чем к человеку. А, да? Да. Но у него хватало ума, чтобы в свою команду включить… Продолжение следует… а через сколько будет звук а звук вообще пропал или его не было а звук и отлично мы вернулись на этом моменте когда я рассказывал про то как а напишите на каком моменте пропал звук да вот это прям важно да у нас тут технически все как обычно все в порядке это так и должно быть видимо какие-то мировые элиты стремятся к тому чтобы никто ничего не узнал и так есть люди которые просто грамотно могут захватить и удерживать вас помните новых русских мы смеялись над их малиновыми пиджаками бритыми затылками тем что они двоечники были там и относились золотые цепи там бескусица глупость и так далее но эти люди цепко держали целые сектора экономики и во многих смыслах держит и до сих пор вы знаете почему потому что есть такой анекдот советский приходит новый русский к старому еврею и говорит папа дай денег можно и так считать то я на самом деле вижу это немножко по-другому исследуя специфику психологическую типажи которые были в 90 это люди которые были готовы брать власть в свои руки вот как бригада помните хорошие простые ребята не хватающие там звезд с неба но настолько верящие в себя в свою силу там свою правду или что-то еще что они спокойненько приходили и отодвигали в сторону умных талантливых каких-то там еще отличники работали на троечников девяностые да это правда знаете когда на звук пропал когда вы джорджа буша с бабу и нам сравнили о видите как хорошо а вот если сказать про джорджа буша младшего подчеркну да да младшего то как раз у него был очень низкий айкью и он абсолютно не стесняясь этого взял свою команду по-моему то ли 7 то ли 8 нобелевских лауреатов компенсирует особо он даже не скрывал это то есть мы не можем считать что самые умные самые талантливые люди правят как элиты хотя в некоторых сферах такое тоже бывает но они безумных талантливых становится как это они ничего без них сделать не могут вопрос же в чем вопрос в том что человек вот такой как там грубо говоря джордж буш младше значит вот у него хватило понимания ну не они интеллекта там не айкью и не знаю что что-то книжку умную прочитал хватило понимание что он должен быть самым глупым человеком в этой комнате и не бояться того что все остальные умнее его а в отрицательной селекции как правило что происходит с такими людьми они всегда берут на работу к себе в команду тех кто тупее их да вот как происходит в в совке вот в беларуси что произошло все начальники брали себе замами тех кто их глупее чтобы их не подсидеть но это не про элиты это про стиль управления а если говорить про то что я имею ввиду когда говорил про буша младшего как раз вместе на другой анекдот не про там в нового русского который приходит к старому евреи и спрашивает папа дай денег да а про трех попугаев вы знаете да продаются три попугая человек заходят и спрашивает что за попугай ну вот это стоит 1000 долларов он говорит свобода на английском языке замечательно этот сколько этот 5000 долларов он говорит на испанском французском там счет так замечательно это сколько этот 10 сколько же сколько он знает говорит не знаем но эти двое называют его шефом понимаете да но взятие власти в чистом виде в свои руки таком макиевилистском смысле взятие власти в свои руки и ну мы не можем сказать что крестный отец если кто-то видел этот фильм с наших зрителей он прям такой образованный или замечательный кстати рекомендую посмотреть полную версию не урезанную там где крестный отец говорит такие фразы от которых волосы дыбом встают этот старик когда он там очень цинично очень жестоко общается со своим сыном который потом станет сам крестным отцом и так далее тот который вырезан и так замечательно цензурирует так что есть два типа фактически элит это элиты по власти по просто удержанию этой власти и элиты по каким-то выдающимся качествам и парадокс заключается в том что идет постоянная борьба между теми кто компетентны и теми кто владеют а так они еще и в естественно невозможно потому что я ж только хотела спросить а может такое быть одновременно чтобы во власти и при этом тогда мы имеем дело не с политиками не с элиты с государственным деятелем такого очень серьезного уровня до когда этот человек действительно владеет и действительно настолько катастрофический умен что он может удерживать эту власть и даже в таких случаях часто формируются династии когда-то он потом может обеспечить так что и власть перейдет к его наследнику там так были кровном или еще какому-то то есть такие люди формируют политику государств на десятилетия если на столетие и какие у нас такие были какие у нас такие были вот сейчас начнут плеваться в экран люди но тем не менее северная корея проявляет удивительную есть такая страна страна есть но мы же не будем говорить что это выдающиеся из-за выдающиеся властники это люди которые смогли организовать систему власти и подавления настолько точно настолько выверено не столько мощно что она передается уже третьему поколению а то есть мы здесь тоже не ставим плюсы минусы а просто до критика чистого разума да просто вот в чистом виде она так есть она так работает не хорошо не плохо да вот есть просто система передачи этого всего насколько она соответствует тому что там вокруг есть китай который это все поддержит Но опять же, умение держать это все из поколения в поколение, это уже внук правит. Да, Ким Чен Ин, это уже внук. Да, третий. Третье поколение. Мы смотрим, как… Ну, мы же с вами говорили о том, что Северная Корея – это проект Китая и Советского Союза, и что, собственно говоря, вот без них бы ее бы и не было. Поэтому все-таки это не заслуга этого первого, как, прости господи, Ким Ир Сена, как его звали. Да, да. Ну, вопрос… Сейчас я просто… Вы просите примеры, я быстренько их привожу. Или же мы видим, как это происходит в Китае. Давайте хороший какой-нибудь пример уже найдем. В Китае вам уже не нравится? Нет. Почему? Я вам покажу картинку потом, почему мне не нравится Китай. Я бы приготовилась. Ну, там замечательно тоже преемственность оформлена. Вы помните, как замечательно вывели предыдущего первого секретаря? Замечательно вывели. Все в порядке. Удержание власти… Плохо заканчивается. Не будет связано здесь с тем, чтобы человек проявлял какие-то выдающиеся способности именно как талантливый организатор. Это явно не про Ли Куан Йо. Он не смог передать эту власть дальше. Но он показал удивительный талант администрирования. Это без сомнения, да? Если кто-то согласен, не согласен, можете тоже говорить. Ну, собственно, такое же авторитарное правление. Слушайте, давайте вы мне хороших примеров кикнуть. Что вы мне всю диктаторов хвалите, Всеволод? А кого вы похвалите? Кого-нибудь хорошего. Кто хороший? Начинается. Трамп. Я у вас спросил. Ну, и вы еще одного упыря вспомнили. А можно какого-нибудь неупыря? А тут не про компетентность, тут про яркие публичные таланты. Никто не сможет спорить, что этот человек в публичном плане, то есть умение владеть аудиторией, он достаточно талантливый шоумен. Никто не может спорить с этим. Давайте про Черчилля поговорим. То есть вы считаете этого положительным персонажем? Вполне себе. Ну, хорошо. Государственный деятель, то, что вы говорите. В вашей голове, значит, у него позитивный имидж. Британцы так не считали. Я тут меморчики по-почитываю. Да, по-почитываю. Это он о себе пишет. Вы почитаете, что о нем пишут. Я о нем тоже почитала. О нем Джонсон много писал. Этого я тоже читала. Нет, но Джонсон, само собой, он пытается на него быть похож. Не знаю, с какой степенью вообще, на кого он больше похож. На Джонсона или все-таки на Черчилля. Но вы знаете, что военные очень не любили Черчилля. Когда он приезжал, попыхивая сигарой на фронт, там люди не имели еды, а он там показывал, какой он аристократичный. Еще раз. Власть сама по себе, это как элитное образование, она требует от человека быть бесчеловечным. Так и есть. То есть человечной власти в принципе не бывает. Я говорю про государственную власть. Я права государственную власть. Ну вот те же самые там Моско и Паретто, они писали об этом и говорили, что на самом деле демократия, по их мнению, на середину 20 века, начало 20 века, это не более чем псевдократия. Это Паретто писал об этом. Псевдократия. Я сейчас как человек, изучающий очень активно медийное пространство, говорю, что проституирование демократических ценностей дает неплохие дивиденды в тех странах, где люди к ним привыкли, к этим ценностям. Вот. Ну то есть на них можно. Проституя их и проституя еще какие-нибудь популистские идеи прекрасно тоже сработают. Это у меня есть картиночка. А дайте нам, мою любимицу в последнее время, Грету, не прошло и дня, чтобы я ее не пинала. Да, Грета замечательно, да, вот экологические проблемы. Покажите нам эту прекрасную девушку. Очень активная, агрессивная, эмоциональная такая, да, вот, да, да. Я думаю, по-английски же все читают, да, не надо переводить. Я тут, знаете как, сейчас, цитаточка сегодняшняя, я просто, как говорится, внимание на экран, вы же лайки поставили, я же вам не напомнила, правда? Напоминаю. Пускай ставят дизлайки. А вот. Сегодня дизлайки, но много. Сегодня все, Ленин, бесит меня уже с самого начала эфира. Так, Минобразование Израиля принял решение об исключении упоминания климатической активистки Грети Тумберг из учебных программ из-за ее поддержки Палестины. Эта позиция лишает ее права быть образцом с точки зрения образования и ценностей. Она больше не имеет права служить примером для подражания образования для израильских студентов. А раньше, да, раньше прям был пример для подражания. Вот этот вот чудо-человек, которого взрослые запихнули в он и сказали, говори вот это. И она такая, памс. А что, собственно. Если что, сдадим в психушку, правильно? Прекрасный пример псевдоэлит, которые, проституируя идеи экологической безопасности, вытаскивают девочку, которая, возможно, ну, вы знаете, давайте так, я сейчас буду сегодня пороть правду матку. Давайте. Пороть, прям, розгами. Прям пороть. Да, вы просто не попадите только случайно. Все дают себе отчет, пускай поставят плюсики хотя бы в комментариях тех, кто отдает себе отчет, что Грета и дискуссия Греты является по характеру, по способу подачи экстремистской. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Все те, кто сейчас нас смотрит, если считаете, что вся дискуссия Греты является экстремистской. Я правильно запомнила? Правильно, правильно вы запомнили. То есть она фактически показывает очень агрессивный такой наезжающий способ коммуникации. Так она просто пришла к взрослым людям, сказала, вы все мудаки, простите. Но это так, ну, если мы сократим всю речь, вы испоганили жизнь всем. Перевнимание, как происходит это? Ведь не важно, что человек говорит, важно, как он говорит. И мы видим такой же экстремальный способ решения политических проблем у Хамаса, у Аль-Каиды. Или я что-то говорю не о том. Или такой же способ мы наблюдаем сейчас экстремальной коммуникации. В 2022 году активно Путин и так далее. Да, убирайте. Убирайте эту чокнутую. О, плюсики пошли в час. Да, да, да. Спасибо. Их роднит способ говорить, а не то, о чем они говорят. Они могут выступать, я не знаю, за защиту пингвинов. Но выступать в стиле того, что нужно всех людей перерезать, которые приехали у этих бедных несчастных пингвинов, что с ними делать, утопить в крови всех, кто там высадился в Антарктиде, потому что они вредят экологии Антарктиды. Сам способ понимания ситуации будет определять, к чему ты принадлежишь. И я абсолютно не удивляюсь. Вот мне говорят, как она могла. Да вот так она и по-другому и не могла, потому что она играет везде за тех, кто экстремист. Не важно, зеленого цвета экстремист, или там палестинского цвета экстремиста, или какого-нибудь еще. Это экстремистский способ решения вопросов. Это я как психолог просто сейчас говорю. То есть неважно, ты бьешь посуду по принципу, потому что там кому-то не понравился Бунин, или потому что там, я не знаю, у тебя муж сволочи. Ты посуду бьешь, то это способ твоей коммуникации. Ты истеричишь вот таким образом. Истеричная такая экстремистская коммуникация. Итак, эти люди… Никогда не била. Я сейчас задумывалась, что я никогда не била посуду. Видите, какой вы мирный человек. Так а смысл? Это же потом покупать опять надо. Кстати, наши зрители могут сделать это очень простой и очень классный эксперимент, который я предлагаю своим студентам по медиапсихологии. Просто пойти в комментарии, любые в фейсбуке, в инстаграме, где хотите, и понаблюдать. Будет два вида коммуникации. Первый вид коммуникации – это когда человек считает себя однозначно правым. А второй – однозначно левым. Не-не-не-не, вот прям вот первым шурлевым, что он прав, и все остальные дебилы. Все остальные идиоты, все остальные не понимают. И там способ коммуникации будет очень похожий. Неважно, на который человек выступает. За мировую революцию, за либерализм, за то, что земля плоская. За что бы он ни выступал, там будет один и тот же способ коммуникации. И этот способ коммуникации я называю способом коммуникации стиля модерна, который зародился в 17 веке, когда европейское человечество отправилось захватывать весь мир под прекрасными светлыми знаменами христианской религии, прогресса, просвещения и всем остальным. Просто весь мир был захвачен. Прекрасно. И точно так же это все закончилось где-то ко второй половине 20 века, когда люди поняли, что есть Будда, есть Магомед, есть еще много всяких взглядов на мир. И наступает постмодерн. Второй вид коммуникации, который вы найдете, можете там для себя отметить, это когда человек признает право другого человека иметь собственное мнение. Да, это то, что мы говорили в прошлый раз или в позапрошлый, я не помню, я согласен с вашим несогласием. Здесь тут же рядом, если мы говорим про политику, еще идет культура политического диалога, которая, например, не в Украине, да не обидятся на меня украинцы, тем более в Беларуси, ее еще нет как таковой вообще. культуры политического диалога. Потому что когда люди, которые, ну для меня, например, парламент, это то, где должны, в принципе, быть элиты. И они вести себя должны соответствующим образом, а не факты показывать. Не надо драться. Вот. Это не решение вопроса, потому что вот мы видим, когда сейчас вопросы решаются именно мордобоем и резьбой. В случае к определению псевдоэлит. Это то есть люди, называющие себя элитами, формально, может быть, имеющие какие-то статусы элит, но на самом деле не являющиеся ими ни по первому признаку, ни по признаку власти, ни по второму признаку, ни по признаку таланта. Они просто этим не являются. И таких видов элит бывает три. О, значит, и не при власти, и без таланта, но при этом я элита. Считаю себя. Я депутат, я министр, я и некомпетентный. И, собственно, решать вопросы я не могу. С какого уровня будем считать власть? С какого уровня? Хоть с регионального, хоть с районного. Проблема большинства... Давайте так, я такой чуть-чуть, позвольте, я сделаю пять предложений, такой заход со стороны истории. Почему у нас так жестко все? Я хотел другое слово на букву «Ж» употребить, но я употребил слово «жесткое». Дело в том, что сто лет назад все реальные элиты, точнее почти все, кроме трех, на территории нынешнего Советского Союза, их просто почикали. Дворяне, купечество, духовенство и дальше по списку. Их просто часть ограбили, им повезло и выгнали. Остальных лишили гражданских прав, это тоже счастье. А большинство просто ограбили и убили. Коммунисты умудрились, большевики умудрились так, за год, за один год, я специально поднимал материалы, они так раскачали вот эту ненависть классовую. Я не знаю, кстати, что хуже, расовая ненависть или классовая, когда человек убивает за цвет кожи или за происхождение. Мне кажется, у ненависти не бывает какой-то градации в смысле качество национальное, религиозное или еще какая-то. Не без разницы. У нее бывает только уровень жестокости. Это религиозный фанатик или классовый фанатик. Это фанатик, который говорит, что нужно уничтожить всех людей с таким цветом кожи, или который говорит, что там есть истинные рицы и все остальные это рабы. Мне без разницы. Это все модерн. Это все... Вот тоже, чтобы наши зрители поняли, что такое модерн, вспомните герб Советского Союза. Что там было в самом центре? Земной шар. Они ни много ни мало претендовали на захват всего мира. Вот это принцип модерна. У нас есть правильная идея. Мы захватим весь мир, кто не согласен, и их просто поубиваем. Вот это модерн. Прекрасно. Ну, похоже, сегодня это и идея мусульманского мира. Вот. Мне вот интересно, это действительно та идея. Итак, остались три элиты. Мне осталось еще три предложения, чтобы я про них сказал и добрался до вот этих трех псевдоэлит. У нас остались три элиты. Это номенклатура. Армия и воры. Номенклатура. Армия и воры. Да. Воры в законе. Это элита. Да, да. Криминального мира. Да, криминального мира. Военная элита. Ее Сталин зачищал несколько раз, но все равно она оставалась. Она была нужна этому Советскому Союзу, потому что он вообще-то планировал вначале захватить весь мир, и нужны были военные. Вот. И номенклатура партийная. Это все, что у нас есть. Я в одном из ваших эфиров уже про это говорил, что фактически все лидеры постсоветского пространства Ну, там, я не знаю, можно не отнести к ним Зеленского, как уже там человека следующей волны. Ну, вот того поколения, это все выходцы оттуда. Силовики. Это Путин. Можно считать вашего чудесного правителя Беларуси. Назову его так. Правитель Беларуси. Он из номенклатуры вышел. Партийная. Все это делалось. И, кстати, он возобновил. Он такую реставрацию Советского Союза в отдельно взятой Беларуси сделал. То же самое номенклатурный. Назарбаев был, и сейчас Такаев, и так далее, и тому подобное. Шеварднадзе. Вот это все, все, все. Они ниоткуда не могли взяться. Просто нет других элит. Вот теперь мы подходим. А Янукович из каких? Из воров? Естественно. Ну, понятно. Естественно, все нормально. Перед ним был Кучма, который из красных директоров. Опять тоже номенклатурный товарищ. Кланы, клоны и клоуны. Вот те, кто правят сейчас нами. Кланы, те, кто пытаются по наследству, просто будучи держателями акций, просто потому, что в свое время папа был главой горкома, райкома, там или чего-то еще, был исполкома, он смог ухватить какие-то материальные ресурсы и передать их сыну. Кстати, да не обидятся нынешние политики, посмотрите, пожалуйста, почитайте внимательно открытые данные на Порошенко. Кем он был, кто папа, кто мама, откуда все. Политическая карьера, ну так, он просто, ну я не знаю, гибкость невероятная. Он и на Майдане стоял с Ющенко, и партию регионов создавал, и потом против нее. Ну в общем-то, он везде побывал. Это все в открытых данных, так что, и даже в СДПУО вместе с Медведчуком был. Так что он везде был. Он замечательный. Это те люди, которые просто держат власть и стремятся ее сохранить внутри своего клана, внутри какой-то группы, будь то криминальная группа, будь то политическая группа, какая угодная, вот они ее просто там держат, потому что ее нужно держать. Им плевать, что страна не работает, что не работают какие-то институты, что все разрушается. Я сейчас про Беларусь говорю и про Украину, и про Россию в том числе. Им плевать глубоко на то, что произойдет, они просто паразитируют на стране. Они просто засели в каком-то месте и захватили его до такой степени, коррумпировали до такой степени, что оно просто становится их придатком. Страна, как это итальянцы в свое время говорили, да, во многих странах есть преступность, но у нас преступность, у которой есть страна. Понимаете, да? То есть где-то они захватывают так. Это кланы. Клоны. Быть похожим на кого-то, быть как кто-то. Я не хочу Джонсона обидеть, но он стремился быть похож, мы про него говорили сейчас, да? Быть похож на кого-то, кто уже в истории получил достаточный публичный капитал, чтобы причастность к этому капиталу давала тебе этот капитал. Я сейчас не хочу обсуждать всю эту тему, я думаю, что мы обсудим там где-то к началу декабря, будет уже очень интересно обсудить клонирование президента Российской Федерации. Не, ну у него там, да, много. Удмурт банкетный, мы все это пытаемся вычислить, кто из кто. Да, ничего вычислять. Вопрос в другом. Вопрос в том, что уже не важно, жив ли изначальный, да, то есть кого копировали, жив ли оригинал, потому что копий такое количество, что их хватит на ближайшие 20 лет. Неважно уже, их достаточно просто потренировать. Я сейчас, может быть, какой-то инсайт скажу, но это не первый случай в истории Российской Федерации. А какой еще был? Ну, поищите, посмотрите, кто действительно передавал власть Путину. Был ли на тот момент жив первый президент Российской Федерации? А, даже так? Да. Упс. Упс. А вы как думаете? Был на тот момент жив Борис? Что? Что было? Хочется. Вот позорище, правда? Вот и не надо. Борис Ельцин, а как жив? Борис Николаевич. Борис Николаевич. Ух ты, господи. Или я шучу, не знаю. Как это? Склероз? Отличная болезнь. Да, ничего не болит, и каждый день свежие новости. Тут, кстати, вам написали профессор. Да. Лех Валенца вышел из народа во власть и ушел в народ, когда надо. Лех Валенца сыграл очень красивую роль, будучи таким, ну, это нормальная стратегия Золушки, я, может быть, в следующий раз в наших эфирах поговорю про персональные стратегии политиков. Они очень хороши в выйти из народа, уйти обратно в народ. Вот вопрос, какую роль он играл, кто руководил им как политическим лидером, и почему он ушел с политической арены, если он политик. Это большие вопросы на самом деле, потому что случайных людей в политике не бывает. Да, есть несистемные люди, вот Зеленский, он пришел из другой системы, Лех Валенца тоже пришел из другой системы. Один из, если не ошибаюсь, лидеров Чехословакии или Чехии тогда уже в тот момент, тоже пришел, просто профессор там, пришел из университета, да, не системный. Принцип Золушки, он хорош, но он часто случайен, он просто вот отдельный случай, нам нужен кто-то не из этой когорты для того, чтобы как-то сделать переустановку. А вот что дальше с этим делать, хороший вопрос, потому что сейчас, ну, мне кажется, пришло время, в Украине точно, в Украине пришло время компетентности, потому что такое огромное количество ошибочных, ну, явно уже ошибочных решений на разных уровнях власти, и когда все это закрывается невероятным героизмом обычных людей, когда это просто, ну, как, человеческой кровью смазывается ржавчина чужой некомпетентности, властной некомпетентности, это очень жестко, это слишком жестко для страны. Ну, я сейчас вернусь. Ну, да, мы говорили как раз про некомпетентности в прошлый раз, а клоны, кроме российских вариантов, они вообще много будут? Еще раз, каждый раз, когда какой-то политик его начинают сравнивать с кем-то, то есть он пытается использовать уже существующий какой-то капитал, он является клоном. Он работает, как такой аватар того, да, кто там когда-то был, да, вот говорят, вот он прямо как там Уинстон Черчилль, а вот она как железная леди, а вот тот, вот как вот тот-то, это клоны. Это всегда характерно для безрыбья. Это очень печальное свидетельство, когда нет самобытности, когда у нас нет личности, а у нас есть сходство. Сейчас все просто роняя тапки бегут и кричат, что кошмар, кошмар, у нас нет сегодня таких политиков, как Черчилль, Рузвельт, Тэтчер, мы с вами тоже говорили, опять же, вот этот самый, Голдемэр, то есть нам нужны эти люди для того, чтобы они разрулили всю эту ситуацию в мире. Ну, Ганди хотя бы. Да. Тоже самобытность, правда же, да? Ну, определенная, да. Вот точно про Ганди нельзя было сказать, что он как кто-то, да? Вот я специально так прям резко туда на восток отправляю. Или Ататюрк. Он точно не как кто-то. То, что на него пытаются быть похожим нынешний президент, да, Эндерган пытается так же войти в историю, создавая Великую Турцию. Это да, он использует такие же клише, так же себя ведет. Я говорю, что сейчас, ну, европейская политика и постсоветская политика, она очень и очень, вот ближневосточная политика, она очень и очень клонирована. Попытка быть похожим. Там, израильские спецслужбы пытаются быть похожими на те спецслужбы, которые, ну, давайте так, я никого не хочу обидеть, дорогие израильтяне, если вы там смотрите. Да вы же всех сегодня обидели, нормально, не стесняйтесь, профессор. Мы обещали правду матку. Когда Голда Мэйер говорит, у нас нет ядерного оружия, мы его применим, мне такое ощущение, что это еврейские женщины из Киева, вот такие чугунные, знаете. А сейчас у нас не Таняху. Понимаете, да? Или когда израильские спецназы, израильские спецслужбы просто, пока все выражают глубокое сожаление, там, соболезнования и так далее, они просто захватывают тот самолет, который угнали террористы, чикают их там всех на месте, забирают и привозят обратно. Патрук попрескания всего мира. Из Африки. На чужой территории. Или когда они привозят там каких-то этих нацистских преступников. Сейчас я не вижу. Давайте так. Я психолог. Я говорю сейчас не как военный эксперт. Если хотите, обращайтесь к военным экспертам. Но я, честно говоря, не понимаю, что происходит в Газе. Есть ли такие прекрасные спецслужбы, что мешает вам зайти и грамотно, быстро, не только там, я не знаю, захватить руководство Хамаса, обложиваясь, со всех трех сторон, вообще-то, Израиль. Зайти туда, выволочить их живьем и устроить им нюансовский процесс. Красиво было бы зайти прямо вовнутрь, взять, если это спецслужбы, если действительно есть агентура, если действительно это все работает, не убивая такое большое количество мирных жителей, которыми прикрывается Хамас, то все нормально. Но я хочу такой роли. Я хочу видеть такую же работу, хотя бы такую же работу, как была с Бен Ладом, когда они зашли прямо вовнутрь, когда они его взяли спецслужбами, не бомбежками. Возможно такое или нет? Я спрашиваю. Я по этому поводу, так сказать, задавала вопросы военным экспертам и кое-что подсчитывала эти дни, потому что вопрос-то такой. Еще раз, я не военный, я психолог, я спрашиваю психологически. Это говорят, а мы знаем, что в Израиле достаточно жесткая военная цензура, не забываем. И при всем при этом та информация, которая сегодня есть уже в общем доступе от израильских, бывших каких-то действующих генералов, военнослужащих, то есть она такая. Мягко скажем, что последние годы вот этот силовой блок финансировался по остаточному принципу и, соответственно, те протоколы, которые действовали раньше, они как раз не действовали. Вот в этот день, а вот это нападение, оно готовилось чуть ли не два года, и все было предусмотрено, и более того, за три месяца или за четыре до того, как произошла эта трагедия, собственно, один из генералов делал доклад на эту тему. Но у нас какая основная проблема? Смотрите, вот это то, что я вижу, разговарив с психологами, с политтехнологами, с военными, то есть со всеми. У нас есть политическая воля и военная. В наших таких разных совсем странах, в любых она есть, в любой. И они ни хрена не совпадают, причем практически никогда. То есть, эта история, которую я не устою повторять эти дни, когда военные говорят «аларма», а политики говорят «да я порешаю, спокойно, мы с ним». Ну вот, Лукашенко, типичная история, когда военные кричали «аларма», как мне кажется, по крайней мере, мы слышали эти голоса в сети. А этот самый, как его, прости господи, один из консулов наших здесь в посольстве в Киеве, не сам Сокол, а Мельник, по-моему, или кто-то. Вот его пригласили на границу, учение «Метель», показали, как если будет заход из Беларуси, всех убьют. Но я так понимаю, что тот же Лукашенко, который орал «да никогда на танке, да я только на тракторе в Украину», он убедил политическое руководство Украины в том, что оттуда ждать врага не надо. Вот. И я думаю, что в Израиле очень похожая в чём-то ситуация. Давайте так, мы узнаем об этом, как всегда, лет через 50, да, надо было дожить. А сейчас я просто говорю, что это клон. Это клон тех спецслужб, которых боялся весь мир. Он похож, похож внешне. Называется так же, может даже выглядеть грозно, но он не так не работает. Это клон. А блок НАТО это клон блока НАТО, который был? Понимаете о чём? Да? То есть у нас получается, мы вот в этой «Ж», которая вы не сказали, как называется? А ООН, вы считаете, это рабочий инструмент? Абсолютно нет. А ЮНЕСКО? Нет, эти институции вообще просто, они завалили. Мы сейчас живём в мире псевдоэлит. Клады, которые держат это всё, это как это, деды воевали, это старики или их наследники, которые держат это всё за горло и не пускают ни прогресс, не пускают ни какие-то дальнейшие движения, какую-то конкурентность. Всё по мозгу, который говорил, что вот они будут держать, аж до тех пор, пока их не сметут народные массы или какие-то уже невероятные политические изменения. Он говорил, что эти элиты держатся, аж они не пускают ничего, они не хотят даже думать о чём-то, что выходит за пределы их спектра. Они просто, в принципе, даже не хотят понимать, что они чего-то не понимают. Работало так и будет работать там. В 50-е годы прошлого века так работало и сейчас будет работать так же. Делили мы тогда мир в Потсдаме, там или где мы там... Сейчас опять переделим. Сейчас опять делим, всё будет нормально, да? Ну и клоуны. Клоуны. Политические клоуны для меня это самый интересный такой вид политиков за последние, может быть, лет 20. это когда все понимают, что это чушь, ржут и голосуют. Это Лукашенко. Только последний раз у него вышла ошибочка, уже стало понятно, что никто за него не проголосовал. Причём не обязательно голосуют, это же ещё и можно... Лукашенко, с моей точки зрения, сейчас политический клан. То есть есть какой-то клан, есть какой-то договоритель, который просто держит волевым образом страну так, как должен держать. И всё. До этого он играл в клоуна, все смеялись, говорили, какой он странный, какой он... То есть он из клоуна перешёл на следующий этап? Они все туда дозревают. Они все рано или поздно дозревают до кланов. То есть клоун, потом клоун и потом клан. То есть мы можем это как-то градовать? просто все они рано или поздно становятся кланами. И клоуны, и клоуны, и вообще настоящие элиты, они все превращаются в кланы. Они держат просто наследство. Политических клоунов очень много. Каждый раз, когда, ну там, Жириновского не берут царство ему небесное о плохих... Земля ему стекло... О плохих, или хорошо, или никак. Вот, Земля ему как пойдёт. Но есть огромное количество политических клоунов, как та же Грета. Она политический клоун. Злой клоун. Злой. Белый. Да, да, прям. Она устраивает из заседания он-шоу. И все это понимают. Так а что они сидят тогда, как дебилушки? Хамас – это клоуны. Ничего себе клоуны. Злые, страшные клоуны. Вот если у вас, можно, там есть эта самая, картинка страшного клоуна. Покажите, пожалуйста, если можно. А, который страшный клоун. Покажите нам. Она у нас есть на нашей заставочке. Да. Это страшные клоуны. Когда они показывают, как они отрезают головы, вот такие клоуны, которые отрезают головы в прямом эфире, они сами это снимают. Они снимают вот эту вот жесть, всю показывая, глумясь над нашим человеческим ценностям. Я, кстати, собираюсь на этой неделе вообще посвятить все свои эфиры понятию во что, тупику цивилизации, в которую мы зашли. Когда человеком сейчас быть невыгодно, ты проигрываешь. Есть замечательный фильм советский еще старый «Не бойся, я с тобой». Там песня, помните? Так жили мы боясь и смерти не боясь. Там другая песня есть «Хороший человек, интеллигент». А, да, да. Ты нападешь, а он не отвечает. Ударишь в спину и не ждешь ответ. Хороший человек, интеллигент. Настоящий интеллигент. То есть быть человеком сейчас это очень невыгодно, быть человечным, потому что страшные клоуны придут к тебе и твой фестиваль, который там происходил неподалеку от газа, они просто вырежут на камеру, покажут это все с криками «Аллах Акбар» или какими-то другими. И все это будет просто в прямом эфире как шоу. Клоуны, политический клоун, он может быть веселым, как там, или каким-то несуразным, как Трамп. Он может быть злобным и страшным, как Жириновский, как и со своими прогнозами, где все там умрут, и так далее, ядерными бомбами забросаем. Каким угодно. А вы смотрели замечательный немецкий фильм, прекраснейший, на мой взгляд, он снова здесь. К сожалению, это про кого? Про Гитлера. Который в 2014 году попал в современную Германию. Не смотрели вы? Надо будет посмотреть. Ой, вам обязательно. Рассказывайте всем. Я думаю, что не все смотрели. Обязательно. Это вот есть фильмы, которые надо, просто надо. Вот хотите понять про штази, смотрите «Жизнь других». Ну, то есть, какие-то, которые они художественные, ну, во-первых, художественный фильм это всегда гораздо интереснее, чем четырехчасовая документалочка. Вот там же еще обязательно чем-нибудь это разбавят. Так вот, значит, Гитлер попадает вот. И что с ним происходит? Причем самое интересное, там есть некоторые моменты в этом фильме, он еще мимо прошел очень многих. Кстати, понимаете, что Гитлер – это политический клоун? Сейчас, секундочку. Секундочку. Ну, что же мне. Вот я только хотела нашу аудиторию спросить, а вы все сдали. Извините, да. Значит, там некоторые кадры есть, где у людей, которые в кадре, заклеены лица. То есть, о чем это говорит? Это съемки, люди не понимали, что это съемки, но что они потом будут в кино, а паз за законом, вот этого, да, естественно, цивилизованным законом охраны личных данных, то, соответственно, для того, чтобы демонстрировать какого-то человека, тебе надо взять у него бумажку. И как они отвечали на появление Гитлера? Там, я не знаю, как это, ну, короче, он всех победил опять. Да? Да, он опять, он пришел на телевидение, в шоу, потому что, ну, он приходил, он говорил, что он Гитлер, ему никто не верил, 14-й год, какой Гитлер, там, или 12-й, не помню. То есть, и вот, и он, значит, никак не мог, и потом у некоторых начиналось закрадываться, такого не может быть, но это правда он. и как он разбирался так быстренько, что тут у нас происходит, как он кого может использовать, и как в итоге все опять закончилось эмоциональным экстазом немецкого общества и принятием Гитлера. Я сейчас скажу то, за что, вы боитесь, мне вот в Беларусь нельзя ездить, скорее всего, в Германию после этой фразы тоже нельзя будет. Нормально мне вообще мусульманский мир, все, закрыт теперь. Мусульманский бог, в Германию. Была ситуация очень интересная. Я обучал, это какой-то 15-й или 16-й год, я обучал технологии мифодизайна и рассказывал о том, как, например, создавались мифы той же самой нацистской Германии, ну и кроме всего прочего, ну так уж вышло, что у меня среди слайдов была фотография Гиббельса. Немцы, которые были, они сказали просто, они вот там, из разных стран были люди на этом проекте, они просто там искали остановить этот семинар, Зеленин там пропагандирует нацизм и что-то еще в этом роде. Ну и я говорю, окей, это один слайд, и я сказал, что они создавали мифы, я говорю, где что не так. Но потом я специально начал изучать вопрос, и я заметил, что там огромная историческая травма у немцев. Ведь они с одной стороны, пройдя через вот эти все трансформации после гитлеризма, где, собственно, гитлеризму-то 90 с лишним процентов поддерживали, они же победили на реальных выборах, они действительно в 12 лет находились под властью этой информационной. И если мы вспомним на одном из наших эфиров, я вам показывал, когда там комик в Германии в 78-м году сказал Зик, они ответили Хайль. Помните? Да, это вы мне в личку присылали. Да, в личку присылали. Мы это не стали показывать приличным людям. Да, приличным людям не стали, но так на автомате сработало. Но я сейчас скажу фразу, которая, вот пускай она будет в кавычках, пускай в четырех кавычках будет. А может ли быть так, что в какой-то момент Германия скажет, руки прочь от нашей исторической памяти? И начнет ставить памятники Гитлеру? И мы имеем право на уважение на достояние нашей цивилизации и культуры. Это часть нашей культуры и часть нашей исторической памяти. Что будут делать все? Турция, Германия и другие города, куда нельзя теперь ездить? Зелениной и Мартыновой. Так. Понимаете, да? Смотрите. Я не говорю, что это произойдет, но что может остановить это? Где-то цензура, потому что неонацизм в 70-е годы, в 80-е годы, 20-го века активно процветал. Это все вот то, что вызывает в политических клонах, можно, кстати, убирать этого чудесного персонажа, оно вызывает экстаз у людей, оно вызывает эмоциональный всплеск, оно вызывает эйфорию. А эмоции всегда сильнее разума? Да. Кого это было? Любовь каникулы разума, потому что любовь – это эмоции. Я сейчас очень боюсь следующей своей фразы, потому что после нее мне в Украину запретят приезжать. Упс. Упс. Ну, вообще-то Зеленского… Наш следующий эфир под угрозой. Да. Зеленского называли клоуном. Было? Слушайте, ну как, кого только не называли. А вас вообще. Зе Ленин. Да, отлично. Теперь какой образ был создан в «Слуге народа» и как сделали так, что народ потом дружно перепутал Зеленского и Голобородина? Вообще, я скажу честно, что тот образ, который был сделан в «Слуге народа», это абсолютнейший придурок-простак с чистейшей душой. Вот просто, который… Леху Валенсии большой привет. Это та же самая тикта. Ну, «Золушка». Да? Да, то есть, но у которой, соответственно, чистые помыслы, они уже, их уже достаточно для того, чтобы были какие-то перемены. То есть, это знаете, как… Как-то я говорила в политику, должны идти люди, у которых чистый разум, чистые руки, чистая душа, что-то такое, я уже не помню. Я боюсь про чистый разум, я очень боюсь. То есть, если человек вообще… Не-не-не, а что, выберите два из трех. Ну, в общем, короче… Кстати, это не первые грабли, на которые наступила Украина. Перед ними был еще Ющенко. Чистый человек, ну, довольно порядочный, настолько, насколько это можно было судить. И довольно, ну, как выяснилось, некомпетентный в управлении страной, при нем. Были много светлых идей и довольно странные процессы в экономике. У любого большого молодого политика свое кладбище ошибок. Это как у хирурга. Да, безусловно. Это прям… У любой Золушки. Да. У любой. Кстати, вы заговорили про Германию. Я тут… Нас комментируют? Сейчас нас комментируют. Я боюсь комментарии открывать. Откройте, меня уже прокляли, еще нет? Не знаю еще. Посмотрим. В России… Сейчас я сразу переводить буду. Значит, 110 памятников Сталина. 95 из них поставили при Путине. И только 9% монументов Сталина осталось с советского времени. Нормальная статистика? Да. Кто-нибудь когда-нибудь в 90-х мог себе предположить, когда вот это вот все, да, свобода, взгляд, тут листьев, там то, тут у нас… Ну, в общем… Да, Боже, развенчание культа личности, амнистии, это же все было еще при Хрущеве, как и 20-й средств, да? И вот… Те гарантии, что в какой-то момент та или иная страна не вытащит из-за кормов свои истории вот такой потрясающий во всех смыслах, трясущий прямо, да, опыт, и не скажет руки прочь от нашей истории. Да. Ведь это может быть на самом деле. С учетом того, что мир едет крышкой очень-очень сильно, с такой скоростью, что не успеваешь даже понять, в какой билет у тебя… Рассказать нашим зрителям, как отличить настоящий элит от псевдоэлит. Да, мы сейчас расскажем, но у нас тут есть вопрос. Да? Да, да, время есть еще. Профессор, а кто мешает ГУР зайти в Дрозды, взять интервью у протухшего беляша, а заодно решить проблему северной границы Украины? Вот такой вот хороший вопрос. Ну, я думаю, что тот человек, который с таким неподдельным юмором задает этот вопрос, он понимает и суть ответа. Шутки шутками, но есть определенная система сдерживания противовеса, в том числе в этой войне, которая, например, не позволяет совершать подобные акции. Даже, внимание, вот вы задаете про беляша, а я спрошу, а что мешает зайти в Приднестровье? О, кстати, причем Майсанду, не гуру, а что у него армии нет? Понимаете, да? Да. Я уверен, что армия Молдовы и ЗСУ могут в течение вот реально в трое суток насквозь. Никому не говорить, там 300 человек осталось. Понимаете, да? Там некого вообще даже выгонять уже. Понимаете, да? Но они по-прежнему существуют. Существуют. Хороший вопрос, почему они по-прежнему существуют? Как плацдарм. Как плацдарм. Понимаете, да? Недалеко от Одессы. Да, да. Поставьте лайк, пожалуйста, не забывайте. Спасибо, что смотрите. Что-то хотела у вас спросить, забыла, поэтому спрошу у профессора. Так как мы будем отличать настоящие элиты от псевдоэлиты? Вы прямо сейчас сказали. Закон Эшбель. Если я не ошибаюсь, потому что это политологический. Берите ручки, записывайте. Берите ручки и записывайте. Можно просто комментарий тыкать. Значит, закон звучит закон необходимости разнообразия. Фактически та элита, которая чаще всего сметает вот эти кланы, клонов, клонов и так далее, это элита, которая имеет больше степеней свободы, чем существующая вообще вся система государственная. Больше степеней свободы. Ну, я приведу сейчас ужасающие примеры, зато из нашей истории, а потом не ужасающие из мировой. Ленин со своей комарилией. Они могли творить все, что угодно. Они могли сносить прям самые основы государственности, делать эксперименты во все стороны и НЭП тебе, и военный коммунизм. Это все, давайте так, это все в течение десяти лет. Вот эти все, там, гражданская война, НЭП, вот это все, это все буквально вот до тридцатых годов. Это вот двадцатые годы, они в двадцатые годы устроили после гражданской войны вот это все. Хороший пример, потому что у меня есть второй плохой пример, я пока промолчу. Какой? Сегодня что? С нами воюют с абсолютной свободой военных действий, делаем что хотим, бомбим детские дома, новые пошты, да, а нам туда не стреляй, туда не ходи, а можно ли дать украинцам ракету на сто восемьдесят километров, или лучше все-таки на сто шестьдесят, а Ф-16 не попортит ли украинский летчик? И такая странная война, когда России можно все, а нам нельзя не терпеть. А давайте я вам еще там один вопрос, после которого теперь уже, я не знаю, меня может вышлют куда-нибудь наконец-то. Да что ж вы так просите все время, что у вас, это моя работа, всегда была профессор, нарываться на пулю. Татьяна, вы знаете, на какой год нам обещали Ф-16, в каком году они должны прийти? В прошлом. Нет, в каком году они должны прийти? В 25-м. Вообще обещали в прошлом? В 25-м. Но сейчас уже в 25-м, да? То есть даже не в 24-м? Понимаете. Наши летчики учатся, там что-то еще происходит, но в общем это сразу предполагает, что в 25-м году они нам понадобятся. Ну, до тех, кто спрашивает, когда закончится война. Или если они дадут нам, когда они нам уже не понадобятся, это тем более жесткий стеб. В плане того, зачем они тогда нам? Дорогая ложка кабины. Нет, Ф-16 никогда не помешают. Давайте так. Хозяйстве Ф-16 пригодится всегда. А лучше Ф- сколько-то там лучше. Есть еще другие. Вот. А возвращаясь к вашим плохим примерам, несистемным, вот таким широкосистемным способом поведения обладает Хамас по отношению к Израилю. Израиль ограничен свои действия, хотя нет вообще. Да, да, да. А теперь хорошие примеры, пожалуйста. По закону Эшби такие системы побеждают, простите. И что теперь, да? Закапываться? Я что-то не поняла. Понимаете, да? Я сейчас нет. Я вернусь сейчас к Беларуси. Почему Лукашенко победил в итоге? Да, у него не было края. Да, у него нет ограничений по отношению к тем. Понимаете? Давайте хорошие примеры. Почему Наполеон побеждал? Он делал неординарные совершенно поступки на поле боевых действий. Мать, почитайте его историю. И в политической деятельности... Вообще-то он пришел... Давайте так. Пришел корсиканский, то есть провинциальный, военный. С плохим итальянским. С плохим итальянским. Мэнки. Да. Амбиционные... Во Франции. Во Франции. С плохим итальянским. Да. Да? Да. А стал императором. Повезло. Помните, как в том анекдоте? Приняли, понимаете, да? Просто повезло. И приняли. Французы приняли, Европа приняла. Больше степени... То есть побеждает... Армия? Ну, он, по сути, Наполеон. Это же... Если мы говорим об элитах, это армейская как раз-таки элита. Там же вопрос был в том, что... Хорошо. Нужно было деньги домой посылать. Кромвеля и Вашингтона тоже не трогаю, хорошо? Трогайте и Кромвеля, и Вашингтона. Всех трогайте. Вот. Вашингтон. Да? Ну, хорошо. Давайте, Линкольна. Нельзя, вот сейчас говорят, проводить выборы во время войны. Он проводил выборы во время гражданской войны. В условиях, когда Вашингтон был прифронтовым городом. Когда южане побеждали. Большая степень свободы мозгов определяет ту элиту, которая размолотит вот этих всех чудесных товарищей. Неординарные, экстраординарные, выходящие за пределы стереотипов решения, дающие эффектные, эффективные решения, да, вот создавшиеся ситуации. Это крайне важно. Это неординарно мыслящие люди. В конечном счете, во всей истории человечества, каждый раз, когда мы упирались в какой-то тупик государственный, эти люди приходили, они появлялись откуда-то, чаще из ниоткуда, чаще из каких-то низов в режиме, опять-таки, просто цитирую то, что все знают, есть такая партия. Мы даже не знали, что такая партия есть. Помните? Ну, нет таких партий в России, которые могли бы сейчас взять на себя всю полноту власти. Это вот временное правительство. Встает Ленин, говорит, есть такая партия. Нас мало. Да, да. То есть есть те, кто готовы давать такие широкомасштабные решения, другие совершенно, не похожие, не привычные на уже. Эйнштейн говорил, что система не может решить свои проблемы на том же уровне, на котором эти проблемы возникают. Она должна выйти на более высокий уровень развития. Если этого не происходит. Если успеет. До того, как крякнет, чертовы мать. Вот, значит, в любом случае система гимнет. Ничего страшного не происходит, просто она перестает существовать. Отдайте-ка нам картиночку с этим. С трамповичем, глобусом, и вот, в смысле, миром. Да, это современное мироздание. Да, современное мироздание. Вот, вот, вот. Собственно, мы видим, да, что происходит. Я думаю, нашим зрителям тоже хорошо видно, я надеюсь, по крайней мере. Сейчас я посмотрю, как это смотрится в эфире. Вот, чтобы, так сказать, да, Корсака Франции принадлежала, все в порядке. Дело же нет, с плохим французским я сказала, выброшусь. А я сказала с плохим итальянским. Да, все-то вы, вот, чтобы вы так лайки ставили, как вы оговорочки по Фрейду вас замечаете. Вот, дедушка держит Антарктиду. Да, да, дедушка держит Антарктиду. Значит, дедушки пилят палочку клоун. Дальше у нас умирающий Израиль. Да. Дальше у нас убивающий его Хамас. Дальше у нас Иран. Да. Дальше у нас Россия. Дальше у нас Китай. Вот, собственно, вот в таком. Повестки нравятся мне, они все однотипные. Ну, да, 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 да. Они же это все, это все ось зла, это все одно и то же, и как бы... Да, и прекрасный предвыборный плакат для Байдена. Вообще готовый плакат для Байдена. И, кстати, там в корзиночке еще, это может быть не видно как раз на экране. Горящие рубли. Причем они даже не горячие, а горячие, скорее всего, от них. Это же не огонь, это скорее пар. Ну, дай Бог, чтобы не смрад. А, ну, может быть. Которые тоже не пахнут. Тут непонятно, понимаете. Мне очень нравится, что они стоят сзади Трампа, и, возможно, фиксируют то, к чему он имеет отношение. Вот. Да, сверкающие молнии, мир на грани катастрофы, но здесь все не так однозначно, как сказал бы один мой знакомый. Да, все неоднозначно. Это не линейная схема. Это не линейная схема. Они все, по идее, они должны вот так вот одной рукой держать пистолет в одну сторону, а другой тому, кто сзади них. Они все повязаны. Все. Один друг к другу. Но вот это, Иран, это клан, правильно? Да, Иран, это кланы. Путин, это тоже кланы, которые держат его. Вот это, там у нас клоун. Там клоун. А Израиль? Да. А Израиль, ну, Израиль просто жертва, которая сейчас будет принять сюда. Но мы уже сказали, что у нас в Европе вообще мы, как бы, эти... Европейская цивилизация за последние 50 лет не создала ни одного лидера так мирового масштаба, глобального лидера. Это все. Точка. В этом месте точка. Хотелось бы, чтобы было многоточие, но точка. Я смотрел, как поднимался Джонсон. Мне казалось, что, возможно, это восходящая звезда европейская. Но сейчас британский истеблишмент его упустил на уровень третьих ролей. Мы его не видим так активно. Может быть, можно было такие же вещи про Шольца, но похоже, он сам этого не хочет. Вот. А если мы смотрим на Францию, тоже она занята внутренними проблемами, ее выкидывают из Африки и все. Африки, да. То есть нету людей с глобальным мышлением. Что такое глобальное мышление? Когда человек просто в состоянии играть сразу на тысячи шахматных досок. А Байден? А Байден, ну как бы, он еще из 20 века, из старой гвардии, но способен ли он играть или за него уже играет его клан, я не могу судить сейчас по тем данным, которые у меня есть из Соединенных Штатов. Да, там есть достаточно много очень умных людей, но они понимают, что Америка переживает свой кризис, они фактически в гражданской войне сейчас. Мир переживает кризис огромной ценносты. И главное, что впервые в истории человечества мы находимся в ситуации не мировой войны. Мы находимся в ситуации глобальной войны. Это другая война. Если во Второй мировой войне или Первой мировой войне можно было остаться в стороне, например, как Швейцария это сделала, она прекрасна, деды не воевали, как я говорю. Две мировые войны, вокруг них там деды сохраняли. Да, реки крови, а у них в существующих границах все в порядке. У них до этого были реки крови. Да, но сейчас не одна страна, потому что все это происходит в прямом эфире. Все это работает как единая информационная система. Единая. Это впервые война в глобальном масштабе. Ни одна страна, ни один человек не останется в стороне. И Южная Америка, Австралия. И Южная Америка. Австралия уже прямо сейчас в это дело все влазит по отношению к Китаю и по отношению к Японии. Смотрите внимательно. И Новая Зеландия. Уже все, уже все включились. Китай со своим чудесным единым поясом, единым путем он собрал ни много ни мало 150 лидеров. Лидеров стран. И Путин стоял рядом с Синдзепинем. Рядышком. 150? Прямо 130? Прямо 150. Наши так дружно смеялись. Вот посмотрите. Там клон Путина приехал встречаться с Синдзепинем. Все равно. Это уже лучше, даже и лучший, что клон. Поставим его рядышком. Сфотографируемся. 150 стран. Будет самая крупная транспортная сеть в истории человечества. И она вся центрирована на Китае. Но там тоже не все так просто. Безусловно. У них там противоречия между друг дружкой. Почему, например, мы говорим про глобальный юг или там Сосибурекас этот, который бывший Брикс, а сейчас Сосибурекас. Почему мы, например, не даем ему много шансов? Потому что все равно будут отваливаться. Там есть люди, которые культурно, ну не срастаются вообще. Ну как может срастись карнавал в Бразилии и шариат в Иране? Ну грубо говоря. Хороший вопрос. Есть вещи, они не могут срастись никак. Еще раз. Хороший вопрос для решения. Если на сегодняшний день Китай выстраивает всю эту инфраструктуру в Евразии и в Африке, выстраивая единый логистический путь, завязанный именно на Китай. Посмотрите, вот зайдите в интернет, посмотрите, пожалуйста, какая там транспортная сеть и к какому сроку должна быть построена. Они ее уже строят. Они меняют еще периодически, потому что у них что-то становится не путем, а тупиком. Тут у них Россия, как бы они не ставили рядом Путина, это все-таки такая штучка токсичная, потому что... Окей. Нет, я просто сейчас приведу... А завершается она в Беларуси? Нет, вы уже не позвали даже. Лукашенко там не было. Я про другое. Вот, например, допустим, какой-то общий банк. Ну какие-то общие проекты в таких союзах, кроме того, что мы строим железку или там какие-то другие логистические пути. Значит, общий банк. А тут Россия, да, опс, она под санкциями. Оп, и сразу Америка отсеивается. Да, то есть вот те санкции, которые Россия тащит с собой. В любой... Синьцзиньпинь выступил в сторону того, что мы строим мир, в котором односторонние санкции не являются выходом из решения. Выходом из решения. Ну то, что он заявил... Еще раз. Заявление Байдена, заявление Синьцзиньпиня, заявление всех этих товарищей... Я рассматриваю точки... Не точки... Я, еще раз, я не политолог, я психолог. Я смотрю на психологические характеристики того контента, который они продуцируют. Куда и о чем это сообщают. Потому что в любом случае кто-то есть потребителем этого контента, кто-то будет внутри этого контента жить, как внутри целой истории. И сколько бы мы не кричали там по поводу того, что вот это плохо или хорошо... Еще раз. Человек, похожий на Путина, стоял с Синьцзиньпинем по правую руку. На главной фотографии, где стоял... Малыш и Карлсон. ...где стояло 150 представителей, там, лидеров разных стран, Востока и Юга. Они там были. Это зафиксировано. Это просто факт. Хорошо, плохо, не мне судить. Это есть. В этой повестке будет и Китай, и Индия, и Россия, само собой. Понятно, что там будет Иран, многие арабские страны, многие африканские страны. Мы катастрофически недооцениваем масштаб сопротивления. Вот эта маленькая очередь должна быть выстроена до 150 человек. Мы катастрофически недооцениваем масштаб того, с чем столкнулось человечество. Мы его катастрофически недооцениваем с учетом демонстрации в Европе в поддержку. В Палестине мы катастрофически недооцениваем масштаб трагедии, когда забываем, что многие журналисты писали, что политики опасаются, ссорятся, в смысле, сильно плохо высказываться о Грете Тунберг, потому что иначе они потеряют голоса зеленых. Мы недооцениваем масштаб трагедии, когда защищаем права седьмого дуба в восьмом ряду, как я вчера сказала у себя на канале в стриме. И мы еще много чего недооцениваем. Другой вопрос. Кто может это дооценить? В смысле, переоценить. Только не в смысле превосходной степени, а просто переоценку сделать. Оценить и сделать так, чтобы весь этот мир, о чем говорил Байден, когда он сказал в своей речи, в обращении к нации, каким должен, я понимаю, вы же не политолог, вы это все время подчеркиваете, а я тоже не военный эксперт. Но с 19-го мы вирусологи и так далее. Я смотрю на Байдена как на человека. Да. Который транслирует определенный контент. И вот возраст. Очевидно, самая большая проблема. А в Америке не принято, если демократы идут на следующий круг, они идут с тем же кандидатом. Это такая традиция. Напомню, даже никогда и не менялась. За всю историю Америки. А тут у нас вот так вот, вот и палочку пилят, и там еще 150. И кто рядом с ним станет? И вот... Вот скажите, он один. Почему рядом с ним не стоит Франция, Британия, Германия, где Евросоюз? Пилят. Да, там еще и пилят. Почему с ним рядом не стоит Латинская Америка? Почему она не за них? Давайте трезво смотреть на контент, с которым мы сталкиваемся. Почему? Ну, потому что мы сейчас имеем войну эпох. Извините за такое выражение, да? Это эпоха модерна, эпоха постмодерна. Байден сказал, мы будем принимать разные мнения, но мы будем избегать токсичной коммуникации и конфликтов. Мы будем принимать, что мы разные. Это точно явно постмодерн. А вот те ребята, которые в Китае, это Мона. Это модерн в чистом виде. Путин с его русским миром, это модерн в чистом виде. Иран, это модерн в чистом виде. Хамас, это модерн в чистом виде. Это привычка человечества, которая прожила в этом 300-400 лет, что есть один правильный ответ. И не надо думать. Думать не надо. Вот есть правильный ответ, вот идешь туда, убиваешь плохих, ты хороший, все. Ты на правильной стороне, ты на стороне добра. И вот это вот дихотомичное мышление, когда два, две стороны, из которых одна правильная, другая враждебная, это мышление модерна. И сейчас это смена эпох. Получится ли постмодерну победить модерн? Вот в чем вопрос. Или мы откатимся назад. Или мы опять упадем в ситуацию, когда все против всех, и у каждого будет своя правда, и между собой все передерутся в ядерном формате, и, возможно, уничтожат все человечество. Я сегодня слышал не дальше, не далее, как одного из, кстати, российских экспертов, который говорит, все, что может нас спасти, это если спецслужбы в течение двух ближайших недель просто по всей земле отключат электричество. Иначе нас просто накроет всемирная ядерная война. Упс, у нас две недели с вами профессор остался. Так что на Щековице будем танцевать в темноте. Ага. Понимаете, да? Прикольно мы сегодня поговорили, да? Люблю я такие повороты у себя в эфире. Простимся! И встретимся через дни. У нас две недели, так что в следующей неделе мы встречаемся. А, ну, на следующей неделе у нас еще есть. Может, все поменяется. Да, если меня не мочканут исламисты и агрессивные. Понимаете, да? С учетом, да. У меня окружают люди, которые рассказывают мне про то, что им обещают замечательные перспективы в индивидуальном порядке. Я уже думаю, когда мне пообещают в прямом эфире. Может, не обещают там никто еще? Не, мне в личку обычно обещают все ужасы, расправы. А в прямом эфире, ну, это ж как. У нас же модератор сидит, он же ж банит демонов, чтобы я не расстраивалась. Конечно, конечно. А зря, а зря. Можно было бы узнать людей в лицо. Нет, они же все под такими никами там некого узнавать. У меня такие индивидуальные заходочки. Я сейчас не беру тех ботов, которые специально переводятся одинаковые сообщения там на русский, на украинский, на польский и, значит, хреначил. Татьяна, я думаю, что мы донесли основную мысль или еще нет? Мы немножечко обнулили вообще все к чертовой матери, если бы не поняли. Я понял. А на такой ноте нельзя заканчивать эфир, при всем уважении. У нас же позитивно. Ну-ка, напомните мне еще раз по вашему этому, как его бишь, Эш... Эшби. Да, Эшби, сори. Значит, по Эшби, то есть у нас, когда мы говорили про то, как отличать вот эту элиту, она должна... Я посмотрю, я уточню, потому что он политолог, на самом деле, и кибернетик, насколько я помню, если я правильно помню. Эшби, Эшби, Эшби. Квантовый психолог и мастер по трансформации и по голосу избавит вас от лишнего веса. Без анализов эндокринолога. Так вот, ключевое качество. Мы сегодня у кого-нибудь вообще найдем вот то, о чем говорит большая степень свободы, но только в плюсе, потому что все варианты, которые мы приводим сегодня, а я сейчас говорю про большую степень свободы и про, да, возможности. Давайте так. Я буду говорить про психологическую историю человечества, такую политическую, психологическую историю. И скажу так. Они всегда приходят из маргинеса, а, соответственно, они приходят демонизированными. Ну, давайте так. Будем говорить о вашем любимом Уинстоне Черчилле. Он приходил к началу войны с Гитлером, да, в 40-м году. Он приходил с очень плохой репутацией. Он не имел поддержки даже внутри собственной партии. Ему дали править, потому что никто вообще не хотел, все сбежали фактически. Все не хотел, никто сбежал, все боялись этого. Он говорит, мне поставили капитана на корабле, из которого сбежала команда. Ну, а последний умер от рака. Да. Ну, не, он умер уже позже, после того, как... Я тоже вспоминаю. Чемберлен. Нет. 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 Ну, не важно. Не важно. Что-то я сегодня с фамилиями. Да. Не важно. Важно то, что он пришел с очень плохой репутацией, после того, как он там, с точки зрения британского эстеблишмента, там, наделал множество ошибок. Его не любил король. Всячески он ему претил. Его не любил сам парламент. Огромные трудности у него были в Аминал-Артиесте. У него там полный развал в экономике. Деголе тоже не любили. Вот. И, ну, Деголе у него другая история немножечко в этом плане. А вот я задавался вопросом, это до какой степени британская империя докатилась к 40-му году, империя, на которой не заходило солнце, что она не могла воевать на море с Германией, которая континентальное государство, и которое только-только там после Второй мировой войны, после Первой мировой войны, начала делать что-то с флотом. Как такое произошло? Почему у них не было самолетов? Они же не под санкциями, ни под чем, ни самолетов, ни нормальных кораблей, для того, чтобы из Дюкерка забирать. А там тоже есть история про правила, когда долго ждали после постановки ультиматума, вместо того, чтобы уничтожить флот, который мог достаться Гитлеру, да, они решили по-другому, по-хорошему, что называется, чтобы он ушел к берегам Америки. И очень тяжелая ситуация была. И Америка не хотела во все это ввязываться полностью, потому что там много, я вот сейчас не то время, не тот эфир, чтобы я так оперировал быстро фактами, но если вы захотите, я про это могу говорить тоже. Сколько было таких хитросплетений, просто буквально ходов, когда американцы специально подставляли борта своих кораблей под удары лодок подводных немецких, чтобы они попали именно в них, а не в корабли британцев, чтобы был прецедент для вступления в войну. И как там, в общем, там такие игры были, что дальше некуда. Никто не хотел в Америке вступать, ввязываться в эту войну. Говорили, мы тут прекрасно отсиживаемся, торгуя с Гитлером через Франко. Испанию. Да, через Франко. То есть мне хорошо, мы помогаем и тем, и другим, и Советскому Союзу. Я до последнего отгружал, так сказать, еще с утра. Все прекрасно. 22 июня. Мы ведем свой бизнес, все в порядке. Только когда начали приходить информацию, что там Гитлер договаривается с Мексикой, что там возможно будут какие-то. В общем, там много было всяких подводных течений. Я сейчас не об этом. У Черчилля была очень плохая репутация, и все считали, что он безумен. Он предлагал те вещи, которые все политики Британии, я специально читал там материалы, считали полным безумством. У них в голове не помещалась вообще, у них просто вот сама карта реальности не вмещала того, что такое должно быть. И когда или если сейчас будут появляться такие лидеры, они будут казаться нам абсолютными сумасшедшими, маргиналами и просто посланцами сатаны. Так нельзя вообще в принципе ни под каким видом будем говорить. мы им в лицо. И возможно, это приведет к тому, что они не смогут прорваться. Они будут говорить, так нельзя в Белоруссии. Вы знаете, о чем я сейчас говорю. Так нельзя, мы же белорусы. Так нельзя. Они будут говорить, так нельзя, им так будут говорить, так нельзя в России. Потому что есть разумная российская либеральная оппозиция, которая рассказывает, как правильно, как хорошо, как замечательно. Есть то, что происходит сейчас с Россией, и я воспользуюсь сейчас эфиром, скажу вещь, которую я хочу всех обратить внимание. Россия 23-го года, это совершенно не Россия 22-го. Это вообще другая страна. Это не страна, как там пытаются преподнести, что она деградировала, что с ней что-то такое. Это страна, которая поставила свою экономику уже во многом на военные рельсы, которая совершенно переосмыслила собственные ошибки 22-го года, которая воюет уже совершенно иначе. Я вот встречался с военными, говорил вам об этом перед эфиром. В степях Украины, они говорят мне, это Вьетнам. Четырех-пятиэтажные подземные норы, в которых там бункеры бетоном залиты, которые они построили незаметно для нас в этих посадках, там как витамцы делали такое для американцев. Кто-то дал им, напомнил, дал, объяснил эти технологии. Они точно так не воевали в 22-м году. Они шли по поверхности колоннами на Киев или там на Суму или кто-то еще. Просто вот так вот. Они не зарывали землю, они совершали совершенно бездарные с точки зрения военных. Я тоже с ними общался. Где-то возведение укреплений. Сейчас это очень грамотно, очень точно, очень сильно выстроенная оборота. По-настоящему сильно. Причем у нас под носом для нас незаметно. Судя по тому, как мы сейчас с ней справляемся. Это совершенно другой противник. И это надо абсолютно точно переосмыслить, если мы хотим с ним иметь дело. Это значит, что нам нужно выйти на другой уровень. Я в эфире у Романенко сказал фразу, после которой и Романенко, и Фельдман тихонечко полезли под стол. Когда я сказал, что я в том виде Украины как системы управления, в котором у нас сейчас находится, не вижу ни одного шанса на победу. Не то, что на выход на 1991 год, на победу вообще как таковую в любых условиях. Мы не та страна, которая может победить. Нам нужно полностью перестраивать все. Политику, образование, культуру, экономику. Все-все-все вместе. Тогда нам нужно построить ту страну, которая будет в состоянии победить. То, что мы делаем сейчас, те решения, которые принимаются, те тенденции, которые происходят, они не дают, точнее, они забирают шансы на победу. Точно так же, как я смотрел на Беларусь в 2020 году и говорил, что то, что делается шаг за шагом, приводит к тому, что оно забирает шансы на победу. Я писал об этом. Можете посмотреть у меня в Фейсбуке. Я писал это. У меня там перечень этих текстов назывался «Уроки белорусского». Я прям буквально анализировал. Мне на меня все кидались. И в Украине. Это я помню. И в Украине, и в Белоруссии. Кричали, что я не прав. Я просто анализирую. Я не хочу быть правым. Я просто анализирую ситуацию как политический психолог и понимаю, что те решения, которые принимаются, они приводят как в шахматах. Просто к патровой ситуации. Маргиналов могут победить только маргиналы? В том-то и дело, что маргиналы победят то, что нам кажется незыблемым. За счет того, что будут применены решения, к которым старая система не готова в принципе. Она просто не будет понимать, что что-то происходит. Она как динозавр, которого сржут какие-нибудь первичные эти млекопитающие, просто доедая его с хвоста. Он даже не будет понимать, что его уже едят. Эта система может быть сломана только людьми с совершенно другим мышлением, о которых потом напишут учебники. Так, собственно, происходило это всегда в человеческой истории. Я называю их такими современными конкисадорами. Вы знаете, да, что захватили за 8 лет Испанию, и потом то ли 4, то ли сколько-то веков их оттуда постепенно, постепенно. И вот потом люди с мышлением конкисадоров, с мышлением такой мировоззренческой экспансии потом захватили всю Латинскую Америку, там от Мексики и Долгиной Земли, оплыли планету, круглосветное путешествие, открыли огромное количество новых торговых путей, совершили всю эпоху Великих Открытий. Эти люди были маргиналами в высшем смысле этого слова. Когда пришел, если почитайте биографию, вот вам нравятся хорошие примеры. Колумб. Колумб. Хороший пример, мне нравится. Да, чуть не убили. Тоже накосячил. Чуть по дороге его в Америку не убили, потому что вы говорили, куда ты плывешь, мы тут уже нам надоело, мы боимся страшным, сейчас переболеем все. Три маленькие шхуны. Вообще о чем это все? Снарядить непонятно куда, по каким-то непонятным старым картам и так далее. Почитайте его биографию, как и на что он уговаривал, кого, чтобы поплыть этими тремя судами, чтобы открыть новый континент. Как это все было? Но это, мне интересует, что он не Америку открыл, а то, что мышление у него было другое, что нужно плыть не вдоль Африки или куда-то еще. Можно поплыть в другую сторону. Он же в Индию плыл. Неважно, куда он плыл, у него мышление в другую сторону сработало. Это нам сейчас, мы учим учебник истории, он решил плыть в другую сторону. До этого никто не плавал в эту сторону, кроме викингов, которые плыли там по северу и через Гренландию добирались. А он по их картам предположил, что там можно как-то туда попасть. Вот нам нужны такие колумбы. Если этих колумбов не будет... Есть у вас кто-то на примете? Ну, я смотрю внимательно по сторонам. Я очень внимательно смотрю сейчас по сторонам. Потому что человечество или застрянет в цивилизационном тупике и откатится опять в модерн, когда мы будем там доказывать друг другу, что лучше Китай, Южная Корея, Северная Корея или там, я не знаю, Иранский или Хамас или так далее. Палестинцы сейчас по всему миру, как выяснилось, то есть там людей с мышлением модерна очень много. Напринимали же в свое время, пытались окультурить. Победит, например, в Америке победит Трамп и там опять все будет правильно. Боже, спасибо. Так шансы есть. Он сейчас, скорее всего, будет главным оппонентом Байдена. И его риторика очень четко определяет модерн. Очень четко идеологически в одну сторону Америка, там все. И он опирается именно на тех людей, которые с мышлением модерна, вот эти американские краснорубашечные ребята, которые так вот и захватить Капитолий для них ни о чем. Ну да, что там, сколько того Капитолий? Какая разница, посвергать памятники какие-нибудь там, БЛМ и так далее. Это все? Или мы откатываемся назад в истории, там, дай бог, чтобы человечество осталось в живых без ядерной войны. Или же мы все-таки совершаем рывок вперед, но тогда нам нужны люди совершенно другого склада дома. Совершенно другого. Нужны прийти какие-то люди, которые никто сейчас не знает, никто не знал Гитлера в 20-м году, в 23-м году прошлого века. Кто знал, кто такой Гитлер? Кто знал, кто такой Франко, или кто знал, кто такой Пиночет, будущий, или все остальное, кто их знал? Кто понимал? И опять же, это плохие примеры, но хорошо, потому что хорошие тоже. Вы хотели... Кроме Колумба, кого-нибудь хорошего найдите мне еще. Дегольф вам нравится? Нравится. А его ненавидели в свое время? Я знаю. Но он там потом его в другую сторону понесло и проложил, я помню, и про то, что в принципе, то, что он выборожне выиграл. Вам понравится? Ганди. Ганди мне как раз не нравится. Вот ты ж... Вроде мирный товарищ. Я мирный товарищ? Нет, мне не нравится Ганди, потому что я считаю, что переоценен очень сильно вот этот вот гандизм, хотя, окей, это совершенно другая там цивилизация, все, но мы еще имеем не то, что британцы ушли, потому что вот Ганди с этим... Нет, а потому что просто стало невыгодно управлять таким образом колониями. И это про экономику, а не про... А не про политику, да. Ну, тот подход, я имею в виду, когда он предлагал вот это мирное сопротивление, какие-то вот такие варианты. Нет, так мы так это уже пробовали. Понимаете, Всеволод, вот все очень много сейчас обсуждают вот эту вот точку, какая дата, какая дата будет стоять в учебниках по поводу начала Третьей мировой войны. Значит, мы с вами дату через две недели определили, что вообще, в принципе, может быть кирдык. Вот, но... И рассматривают... Это уже конец, это финиш, это победа. Да, да. Это день победы. День победы, да, замечательно. И рассматривают... Увидимся на Щековице. Значит, и рассматривают дату, либо 24 февраля 22 года, да, вот как, либо 7 октября. Вы знаете, я считаю, что это 9 августа 20-го года. и в очередной раз, вот еще вот у нас там Анди этот трехчасовой фильм, все посмотрели. Вот прям в 20-м все белорусы пересматривали, да, что так можно. Ну, и еще много всяких событий, да, из-за которых все. но, по сути, вот есть страна, она на виду. Это не какая-то там непонятная, да не обидятся на меня жители там Средней Азии или еще чего-то, да, вот с Афганистаном неудобно получилось, да, сколько ни... не помогали, не помогло. Проще усыпить, да, как в том анекдоте про врача. А тут, значит, очень понятная страна с очень понятными людьми. Да вы сейчас про какую? Про нашу, про Беларусь, про свою. Да, хорошо. Значит, очень понятная страна с очень понятными людьми, с очень понятным вот этим вот позицией, да, мы никого, давайте, алло, давайте сядем, поговорим. Вот они, элиты нового уровня, которые... Нет. Я понимаю, что вы сейчас скажете нет, я вам говорю, как я думала, пока мы с вами не встретились. Значит, и понятно, что вот этих светлых людей просто убивают, пытают, убивают, бьют, швыряют в камеры, и мир на это всё сидел и смотрел, как на киноху, потому что, ну, это же маленькое зло, ну, подумаешь, ну, плюс-минус тысяча, две, три, вон у нас там, сколько в гражданской войне, в каком-нибудь габоне там, или где, или ещё, ну, это... И вот оттуда начал раскручиваться муховик беспредела, в том числе и в России, то есть уже не важны были какие-то признания, не признания Крыма, рукопожатный, не рукопожат, уже вообще поменялись, вот тогда поменялись правила, что в Европе, в цивилизованной можно так. И это очень важный момент, потому что в гибридной войне это будет, наверное, первая война в истории человечества в учебниках, в которой не будет ни начала, ни конца, на то, на гибридной. Ни начала, ни конца. Ну, война, замечательно. Может быть, окончание эпохи, когда будет просто придуман какой-то другой способ взаимоотношений, при котором то, что напридумывали псевдоэлиты, оно просто перестает работать, просто исчезнет. Как это ядерная войнушка, вот они все поисчезают. Как рабовладельческий строй. Просто нерентабельно, просто так не нужно. Или там крепостничество отменено не потому, что кто-то очень сильно прогрессирует. Нерентабельно. Вот. А земля стала круглой когда? Когда стало развиваться мореплавание, потому что по плоской плавать было неудобно, торговые пути не проложишь. И пока сначала сжигали, а потом мореплаватели говорят такие, слушайте, хлопцы, значит, все нормально, вы инквизиция, нет вопросов, да, мы как бы все понимаем, палач не в отпуске, но земля плоская. Но можно мы свои компасы сделаем, типа она круглая. Нам так, мы тогда больше денег вам привезем и так далее. И все. И соответственно, с какого-то момента перестали сжигать на землю плоскую. Да, но человек цифровой, я имею в виду какой-то тот уровень, цифровые, которые будут воевать, что-то создать, не знаю, вот какой-то тот уровень, который, были надежды на Маска, когда он кричал, что он в состоянии уничтожить все ядерное оружие на земле, обманул. Сукерберг тоже обманул, как бы, самую метавселенную, нет ничего. обещал его, еще и устроил Талибан в Фейсбуке, группу мою «Собака бешеная за бами». Так, вы осторожнее, потому что он сейчас вас внимательно слушает. Кто? Цукерберг. Да пошел в жопу. Хорошо. Прямо в эфире причем. Да. Да? На этой мажорной ноте, граждане? На этой не будем. Нет? А на какой? По поводу Цукерберга и замечательным образом упомянутого вами Маска. Они туда же. Они туда же. Фейсбук превратился в клан. Разве не так? Да. Они просто держат власть. Фейсбук, Инстаграм. Я сейчас поставлюсь в конце. Объясните, вы всегда объясняю сложно, а потом в конце просто. Досматривайте всегда эфиры, значит, до конца. Это клан. Это просто, вот они держат это все. Они монополисты, они самые большие в этом плане. Они просто это держат. И это все. И они будут это держать им не нужна ни эта метавселенная, ни что-то еще. Они просто держат власть. К сожалению, Маск — это клоун, как оказалось. Да, Маск. Мы на него смотрим, все его там заявления, они преисполнены такого пафоса, они преисполнены эпатажа и так далее. Ему нравится это все показывать. Я не знаю, я хотел бы слушать новости, как он смог запустить какой-то новый космический корабль на Марс. Может быть, он что-то туда высадил, а не то, что он там предлагает кому-то там деньги или предлагает переименовать Википедию за деньги или что-то еще. Ну, да, масштаб какой-то такой. Вот. Он был космического масштаба, а стал клоунского. Вот. И большинство тех, на кого мы смотрим сейчас в политике, они просто... Ну, я бы даже в Иране сказал, что это просто подобие. Знаете, как в том анекдоте? Жалкое подобие. В Иран вам уже тоже нельзя. А? Да мне и раньше туда особо нельзя было, но сейчас особенно. Это подобие. Мы живем в мире клонов, мы живем в мире подделок. И если сейчас появятся люди, которые предложат нам что-то настоящее, что-то, что действительно... Развитие, но тоже надо в конце, правильно? Да, обязательно. Что действительно человечеству даст возможность пробудиться, даст возможность увидеть какую-то настоящую цель. Потому что Европа, вот вы говорите, там могут противостоять. Не смогут. Комфорт не будет той ценностью, за которую люди пойдут умирать. Нет, если по ним начнут стрелять, куда они денутся. Нет, они не будут воевать за комфорт. За идею, я писал об этом еще в 2001 году, что если люди находят идею, за которую они готовы умереть, значит, идея достойна того, чтобы жить. Это то, что сделал в свое время с Аркайдой. Тоже отдельный мог бы эфир посвятить Бен Ладену, потому что фактически для меня, вы говорите, когда это началось, для меня это началось 11 сентября. Когда был брошен вызов, когда появился мировой терроризм в полный рост, сейчас это только продолжение. И там есть определенный вид риторики. Тоже, если кому-то интересно, Бен Ладен всегда приходил в очень определенного вида одежды. Он не приходил, как сейчас Аяталы, вот эти какие-то темные, он всегда приходил в одежды, которая один в один совпадала с одеждой святых на христианских иконах. Посмотрите, Бен Ладена, его там, ну и то, что осталось в интернете. Вот именно эти белые одежды, вот именно вот такое-то покрывало, именно такая форма бороды, как у всех святых времен начала христианства. Конечно. Клон. Конечно. И говорил словами, которые по риторике, мы специально проводили контент-анализ, которые очень здорово перекликаются с Библией, очень здорово перекликаются с, так говорил Заратустра, какими-то такими, как говорил Заратустра, для того, чтобы тебя слушали, нужно говорить притчем и писать кровью. Это так грубо. Да, да. Вот он так писал, он обращался к братьям и сестрам, да, вот как братьям и сестрам во Христе и так далее. Он обращался и показывал свое противостояние вот этой западной цивилизации. Так что для меня оно началось тогда. Сейчас мы живем, вот тогда начался мир подобия, мир клонов, мир подделок. 22 года прошло. Да. Именно тогда Китай, вот в это время, может чуть раньше, но в это время уже активно началось, они абсолютно перестали стесняться того, что подделывают айфоны, там какие-то другие телефоны, подделывать технику. Это стало уже трендом, подделка ключевых западных брендов, не стесняясь в массовом порядке. Хотите вот такой, хотите Гуччи, вот вам Гуччи из Китая, хотите вот этот. Мы попали в тот момент, с начала 21 века, мы попали в мир подделок. У человечества, я верю, что мы можем найти ту цель, которая будет настоящей. Иначе нас ждет просто вырождение. Вырождение в какое-то подобие цивилизации. Мы тогда полностью будем уже понимать, что ничего из того, что мы верим, на самом деле не существует. Мы просто сохраняем, знаете, как после усопшего дома сохраняют тот же порядок, чтобы казалось, что он как будто с нами. Как будто бы человеческое величие с нами. Нам нужно найти то, во имя чего нам стоит жить. Не отдельному вам и мне, а всему человечеству. Во имя чего нам стоит жить. Не умирать, как Хамас это делает, не убивать, а жить. У нас исчезли ценности, во имя которых стоит жить по-настоящему, в полный рост. У нас появились ценности, ради которых людей убивают. У нас появились ценности, которые фальшивые. А вот ценности, ради которых жить, надо поискать. Вот всё. Был такой мультик советский, армянский, армянский. Это такой дремучий совок совершенно, под совершенно какую-то такую артхаусную какую-то музычку электронную, не спейс, но что-то такое похожее. Как астронавты летели на другую планету, помните? Он такой был очень знаковый. И они прилетели на планету, и там, значит, их трошки раскидало, значит, корабль же потерпел там какую-то, Ваваня, Ваваню уже не помню. И, значит, да, кстати, первый эротический советский мультик, там голая девушка скафандр застёгивает. Я почему его вспомнила? Недавно это... Ну, армяне могут, да? Да, армяне, армяне тогда уже могли себе это позволить. Значит, и она видит, что, значит, какое-то там бежит чуть-чуть чудовище, да, и ползёт червячок. Она, значит, червячка съедает и становится червячком. И, значит, потом её этот какой-то там тоже товарищ целится в это чудовище, убивает его и, соответственно, за этим чудовищем. то есть, как бы съел ты кого-то или убил, ты становишься им. Вот нам надо как-то так разобраться, чтобы не так... Кого бы нам съесть, да? Кого бы нам съесть, чтобы ими стать, да, и порадоваться. Спасибо за то, что смотрите и спасибо, что пишите свои комментарии. Давайте думать, на чём мы. Какая у нас будет великая цель. Вам спасибо огромное, профессор, всегда рада вас видеть. Ну что ж, пока, пока. До побачення. Субтитры подогнал «Симон»